Так как в прошлый раз я не успел вам рассказать о команде AT, я сейчас быстренько это сделаю в коротеньком видео, без слайдов. Это команда, которая позволяет планировать однократные какие-то задачи, в отличие от крона и анакрона, которая позволяет планировать какие-то повторяющиеся задачи G. По умолчанию у нас в Ubuntu уже с некоторых пор нет команды AT, видите, поэтому нету иммануала. Поэтому для того, чтобы нам стало можно работать с командой AT, мы скажем, обдгету, установить AT. Вот я тороплюсь сейчас, погулять хочу выйти, из-за этого ошибаюсь. Ну, ничего страшного. Быстренько справимся сейчас. AT коротенькая совсем программка. С прошлого слайда, с прошлого занятия вы можете вспомнить, что AT-Q показывает нам, что у нас запланировано. У нас не запланировано ничего, поэтому сейчас с вами перейдем ко мне в домашнюю папку, а мы в ней уже находимся, тогда почистим экраны. Мы в домашней папке давайте создадим какой-нибудь пустой файл. Команда touch создает у нас пустые файлы, назовем его скрипт. Это простой у нас просто пустой файл. Вот он скрипт. И я в этом скрипт должен превратить его хотя бы в исполняемый файл. Команду chmod мы с вами уже проходили. Добавляем правое исполнение. Скрипт. Проверяем. Скрипт у нас стал зелененький, то есть он стал исполняемый. Прекрасно нас это устраивает. И теперь мы просто можем работать с этим скриптом, говорить, когда его выполняете. Например, говорим at, то есть буквально at, вас только-то, at 17.00 допустим мы пишем. Запланировать на сколько сейчас у нас времени? Ну на 17.00 пойдет. Нажимаю enter. И он говорит то, что теперь все, что вы напишете, в указанное время будет выполнено с использованием среды shell. Через bin shell. То есть не через bin bash, а через bin shell. Мы можем это поменять. Я вам, наверное, в комментариях видео напишу, как это сделать. И вот я говорю то, что выполни мне, пожалуйста, в указанное время мой скрипт. И могу теперь нажать control D, чтобы выйти из этого режима. И говорит то, что да, вот есть у нас какая-то задачка. Теперь мы можем сказать at, q. И он говорит то, что есть задача номер один, которая будет выполнена сегодня в 17.00. Можно указывать по-другому. Можно сказать add, вот мы вот так писали, а можно сказать add now, то есть сейчас, после того, как я, собственно, создам эту задачу. Плюс, например, 15 минут. Ну, то же самое. Например, опять тот же самый home. Симаев скрипт. Нужен полный путь, само собой, к исполняемому файлу. Control D. Вот у нас две задачи. Можем взять и сказать, например, add now и конкретно в 15.00, двоеточие, у меня не то в этой раскладке. Скажем, 1 января 2015 года. В английском языке сначала мы указываем месяц, потом число. Поэтому январь, 9 число 2015 года. Не то же самое. Так, не то же самое. Давайте посмотрим мануал. Может быть, я уже ошибаюсь. Man.add. Посмотрим, как пишется у нас время. Очень много у него, вы видите, параметров, как можно это все указывать и делать. Меня интересуют параметры времени. Вот у нас время. Man.add.time. Run.job.add.time. Given.format. Месяц, месяц, день, день, часы, часы. А, вот так вот нужно это показывать. Сейчас мы это сделаем. Ругался я, ругался на этих скотов уродливых, которые придумали такой формат даты. А коллега оказался я сам. Я описал команду вот так вот. Сейчас и в то же время в 15.00. То есть мне всего-то надо было написать по-человечески. Ad.15.00. И тот формат даты, который я писал изначально, был справедлив. Первого месяца, 9 января. Но только уже это время прошло в 2015 году. Поэтому в 2016 году опять же выполнить ту же самую команду, например. Script. Control D. И теперь мы можем спокойно посмотреть при помощи команды At.Q, что у нас когда запланировано. Он показывает нам, какие задачи мы на когда запланировали. И можем использовать команду At.Remove и удалить какие-то задания. Например, удалить самое первое задание At.Remove 1. Проверяем снова через At.Q. У нас остались задания номер 2 и номер 3. То есть номера не сдвигаются, номера привязаны к заданию плотно. И точно так же, как у нас есть в списке разрешения доступа к стандартному крону и запреты доступа к крону. Тут точно так же можно создавать в папочке ETC файлы, которые называются At.Allow. И будет то же самое, как для крона. И At.Deny. Соответственно, это в списке тем, кому разрешен или запрещен доступ к крону. Обычно используют только один из этих двух листов в зависимости от того, что вы хотите сделать. Ограничить всем кроме или разрешить всем кроме. И из интересного, эта АТшка, я, наверное, брошу вам ссылку в описании к видео, понимает очень хорошие такие понятия, как выполнить в полночь. То есть дословно midnight можно написать, выполнить tomorrow, выполнить next week, следующую неделю, следующий месяц, в полдень. И куча различных форматов. Причем он может понять, выполнить в ноябре, выполнить в пятницу. Все это умеет понимать команда At. Итак, разобрались с командой At, которая у нас планирует какую-то однократную задачу в любое время в будущем. У нее очень интересный разный синтаксис. Мануал по ней не такой удобный, как оказалось. Поэтому ссылочку я вам вложил. Спасибо, что смотрели.